Чтобы вам представить презентацию, посвященную магистратуре, магистратура у нас называется психолого-педагогические основы организационно-управленческой деятельности, можно сказать о том, что психолого-педагогическое образование сейчас является наиболее престижным и востребованным образованием подготовки специалистов не только в нашей стране, но также и за рубежом. В Институте иностранных языков Российского университета дружбы народов в качестве вот такой подготовки образования готовят прежде всего психологов-менеджеров, психологов-управленцев, организаторов. Это люди, которые получают широкие знания в области психологии, педагогики, менеджмента, а также они еще углубленно изучают иностранный язык. Такие перспективы дают возможности им лучше и быть более квалифицированными специалистами. Надо сказать, что образовательный процесс осуществляется на двух кафедрах. Кафедра социальной педагогики и кафедра теории и практики иностранных языков. Обе кафедры являются выпускающими. На обеих этих кафедрах работают доктора, кандидаты наук в области психологии, педагогики, лингвистике. Эти кафедры работают над тем, чтобы более качественно подготовить специалистов, работающих в области психологопедагогического образования. В Институте иностранных языков РУДН обучение построено таким образом, что по окончании вуза из его стен выходит всесторонне развитая личность с глубоким знанием иностранного языка, владеющая определенными компетенциями, которые необходимы для того, чтобы быть компетентным специалистом в области психологопедагогического образования. Надо говорить, что в рамках учебного процесса преподаватели пользуются как традиционными формами обучения. Это имеется в виду лекции, это имеется в виду семинарские занятия. Точно так же и используются инновационные формы обучения. Инновационные формы обучения – это такие, как ролевые игры, деловые игры, это брейеринки, стадии и очень много других, которые помогают и способствуют тому, чтобы знания и умения у наших будущих специалистов в этой области было как можно больше. Диплом выпускника Института иностранных языков РУДН – это прежде всего подчеркиваем о том, что это высокий уровень образования. Значит, это прекрасное трудоустройство, возможность сделать успешную карьеру, реализовать себя практически во всех сферах жизнедеятельности, что на сегодняшний момент является очень важным показателем среди других показателей трудоустройства. В Институте иностранных языков в рамках психолого-педагогического образования в магистратуре студенты изучают очень много дисциплин, которые имеют широкое значение для психологии, педагогики. Это такие дисциплины, как социальная психология образовательной среды, психология критических ситуаций, технология коучинга, педагогика и психология высшей школы, основа консультирования и так далее. Эти дисциплины помогают больше понять специфику деятельности того специалиста, того менеджера, который по окончании получит такой замечательный диплом. и диплом это будет говорить о том, что этот специалист владеет такими теоретическими знаниями. Но все теоретические знания, они обязательно должны быть подкреплены еще практически. Поэтому наши студенты обязательно проходят практику. Практика дает возможность приобрести качества и умения, которые позволяют им быть конкурентоспособными, ну, как на современном отечественном, так и на международном рынке. То есть практика подтвердает все теоретические знания, которые были приобретены, и наши студенты получают практические навыки и умения, что является очень важным, потому что тогда у нас идет и теоретическое образование, и практическое образование. Надо говорить о том, что наши все аудитории, в которых проходят занятия, они все оборудованы. И лекционные аудитории, и семинарские, где проходят занятия, и они оборудованы. Этим оборудованием пользуются как преподаватели, так и студенты. Студенты могут проводить и представлять свои презентации, свои доклады, что является очень важным. Но также у нас еще есть оборудование такое, которое как бы включает беседу за круглым столом. Это когда студенты и преподаватель сидят за таким овальным столом, они могут вместе беседовать, обсуждать, вести то ли другую дискуссию, что является очень важным. Но нужно говорить о том, что в Институте иностранных языков есть своя библиотека. В библиотеке, вот в этой библиотеке находятся книги, они находятся как на русском, так и на странном языке. И этот широкий спектр, который представлен, книг, которые находятся там, ими могут пользоваться студенты, могут пользоваться преподаватели для более качественной подготовки, будучи специалистов. Наши студенты также могут и получить дополнительное образование. То есть есть программа ДПО, дополнительное образование, и там они могут получить еще дополнительное какое-то обучение. Допустим, обучение еще одному или двум иностранным языкам. Еще обучение получить по переводчику в сфере профессиональной коммуникации, либо просто переводчику. Это тоже расширяет все возможности будущих познаний, а также трудоустройства специалиста в будущем. Надо понимать о том, что наши студенты не только учатся, но они точно так же еще и участвуют в научной жизни. Научная жизнь что из себя представляет? Прежде всего в обучающем процессе они делают доклады, пишут рефераты, которые они защищают, а также они публикуют, пишут свои статьи, участвуют в конференциях, конференциях, которые проводят институт иностранных языков, а также конференциях, которые проходят в других вузах. Наши студенты являются такими активными, они везде пробуют и участвуют, и это, конечно, влияет на то, что они сами развиваются, становятся более качественными специалистами, на что это все направлено. Нужно понимать о том, что институт иностранных языков прославился в системе РУДН тем, что воспитательная работа проходит по программе ВУЗ-семья. То есть на самом деле все студенты, которые попадают к нам в институт, они включаются в одну большую семью, когда люди не только там помогают друг другу, но и переживают друг за друга. И вот всех объединяет и возглавляет институт бессменный руководитель Соколова Наталья Леонидовна, которая для студентов является такой мамой. Все студенты, если у них есть проблемы какие-то, они могут напрямую обращаться к директору института. И Наталья Леонидовна всегда и все время помогает решать все их проблемы, со всеми беседуют, беседует как с родителями, так со студентами. То есть такая седневная обстановка дает возможности для большего развития студентов. И студенты выходят такими самостоятельными, раскрепощенными, умными, грамотными специалистами. Нужно понимать о том, что не только эта работа, но воспитательная работа, когда наши студенты все время принимают в чем-то участие в концертной деятельности, они ставят спектакли, они в общем-то везде себя проявляют, они танцуют, они поют, они выступают, они декларируют какие-то свои познания, они читают стихи. И это тоже влияет на их развитие. Они становятся самостоятельными, они могут выступать и доносить свои знания до широкой публики. И это считается немаловажным таким фактором. Надо говорить о том, что области профессиональной деятельности, в которых могут работать наши студенты, они разнообразны. Это и управление образованием, это банки, это фонды, это муниципальные органы управления. То есть они могут везде и всегда работать, где заинтересованы в том, чтобы были познания в области психологии, педагогии и управления. Будучи хорошими специалистами в области управления, они всегда и сюда востребованы. Их всегда и сюда ждут. Диплом такой, который они получают, это диплом РУДН. Он говорит о том, что данные выпускники прежде всего владеют высоким уровнем образовательных знаний. И поэтому они могут успешно сделать свою карьеру и реализовать себя практически во всех областях. То есть наши студенты, они выступают хорошо образованными, умными, грамотными, интеллектуально развитыми личностями, конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Итак, хотелось бы подвести итог, сказать о том, что вот наше направление магистратуры, это прежде всего психолого-педагогические основы, психолого-педагогические основы организационно-управленческой деятельности, является престижным направлением. И если кто-то хочет получить качественное образование, быть конкурентоспособным, быть востребованным на рынке труда, построить свою успешную карьеру, приходите к нам учиться. Мы будем рады вас видеть. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...